Дамы и господа Добрый вечер, дамы и господа! Я рад приветствовать вас в самом прекрасном месте нашей столицы, во Дворце Независимости. С 2018 года мы проводим новогодние балы, чтобы лучшая молодежь нашей страны имела возможность попасть на самое грандиозное новогоднее торжество во Дворце Независимости. Мы проводим балы, опираемся на классику и создаем свою новую культуру. Разрешите мне на правах распорядителя бала представить вам танцмейстера классической части бала Руслана Чернецкого и передать ему бразды правления. Благодарю вас! Добрый вечер, многоуважаемые дамы и господа! Добрый вечер, гости и участники бала! Я предлагаю открыть наш праздник традиционным выходом дебютантов в великолепном танце «Полонез». Дамы и господа, я объявляю первый танец бала «Полонез». Дамы и господа, 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 господа! Слово предоставляется президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу. До Нового года осталось определенное время, все подводят итоги, стараются где-то что-то не доработали доработать, подтянуться. У меня тоже работы хватает, и не только здесь. Я в последнее время вообще редко бываю здесь на своем рабочем месте. Сегодня думаю, ну поработаю. Тут такая движуха, шум, гвалт. Ну что случилось? Войду посмотрю. Пришел. Видимо не зря. Хочу рассказать вам одну очень поучительную историю, как я сегодня понял. Позавчера едем мы по Питеру после совещания, которое в эти декабрьские дни обычно проводят главы государств по советскому пространству. Мы сидим в автобусе, президенты, и Касым Жамартакаев, умный, талантливый человек, смотрит, смотрит по сторонам. Питер красавец, конечно. И задумчиво говорит, слушайте, Путину говорит, как будто никуда не уезжали. Я говорю, ты что имеешь в виду? Год прилетел, а мы как будто и не уезжали с прошлого года из Питера. Так быстро идет время. Ну просто мгновение, и год прилетел. Все мы ждем новогодних сюрпризов, праздников, естественно, подарков. Все радуемся. Нет такого человека, который бы, наверное, не радовался Новому году. Но есть одна печальная нотка. Это вот та предыстория, которую я только что рассказал. История, что каждый год, как бы мы что-то там не задумывали, не думали о сюрпризах, мы говорим всегда, кто с печалью, кто в радость, еще один год прилетел. Наверное, это единственная печальная нота. Это если брать обычные дела житейские, от которых никуда не деться, прилетел еще один Новый год. У вас, конечно, подавляющее большинство здесь людей, которые в прошлом декабре здесь не были. Ну так. А есть люди, которые, ну как будто никуда и не уезжали. Прошел еще один год, и мы с вами встречаемся в этом новогоднем празднике. Напрашивается, поскольку у вас больше 90% декабря прошлого года не были здесь, напрашивается еще одна очень важная история, связанная с нашим мероприятием. С 2018 года мы проводим эти праздники, они все ярче становятся, неизменно одно. Наш балетмейстер, ну куда от него денешься? Ну нет, пока лучших, это, конечно, с одной стороны плохо, но мы рады тебя всегда встречать на этом балу. Ты уже стал символом этого нашего новогоднего бала, и посмотрите, насколько он профессиональный человек. Я даже сам не ожидал. В кино мы его видим, концерты он очень серьезные, ответственные ведет. Патриотичный, мужественный человек, оказывается, еще и балетмейстер. Хотелось бы, чтобы у нас все такие граждане Беларуси были, ну а если будет лучше, то тоже хорошо. И лучше меня, как президента, и лучше тебя, мы к этому должны стремиться. Когда за спиной нет таких и получше, это наш с тобой недостаток. Вот так и отвлечение. Так вот, в 17-м году, вы сейчас удивитесь, один из беглых, как мы их сегодня называем, один из них принес идею. Идею. А вот венцы обратились, австрияки, чтобы я попросил вас, чтобы мы проводили здесь венский бал. Я говорю, знаю, это не первое предложение. Ну вот, Александр Ильич, надо, чтобы вы рассмотрели и согласились. Это же венский бал. Ну и я смотрел. У них, конечно, зал в два раза меньше нашего, но они так снимают объемно, что просто красотища. Хорошо, что я тогда не согласился сразу, потому что венский бал во мне в какой-то степени жил. Не скажу, что я уж такой гурман в этой части, но действительно венский бал. Кто его не знает. Я говорю, хорошо, я подумаю, дам ответ. Это было в 17-м году. В 18-м мы провели первый бал. Я думаю, слушай, ну а мы что, хуже австрияков? Хорошая, толковая нация, красивая страна. Венская опера или где там зал этот. Ну, у нас лучше. Люди у нас хорошие, талантливые. Я не знал, что есть хороший концентр-мейстер, но думаю, впереди столько времени подготовил. Подумал, ну идея хорошая на эти праздники, в эти декабрьские вечера приглашать яркую, талантливую часть нашего общества. Но это кто? Конечно, наши девушки, наши женщины. Ну и мы подтягиваемся к этому времени. Смотрите, и военные, и гражданские. Просто мужики, красавцы. И вот сегодня я рад, что тогда принял решение. Нет, мы, белорусы, красивая нация, красивые страны. У нас есть красивые девушки. Мужики подтянутся, будут тоже красавцами. Мы будем проводить свой венский бал. И будет он называться бал новогодний. И вот с 18-го года мы проводим эти праздники. И один рабочий момент, что тут важный для вас в жизни. Я всегда говорю, вот будешь идти мимо Дворца независимости когда-то. Посмотришь, сынушки. И вы тоже. У вас же будут внуки, внучки. Посмотришь, влево, вправо. Вот я в этом зале был. И нас миллионы из-за границы, которые хотят побывать в этом зале. Поэтому мы его открыли, Дворец независимости, для посещения людей. Миллионы людей побудут здесь. Тысячи уже были и вынесли с собой хорошее впечатление. Но что может быть лучшим впечатлением, когда вы, или уехав отсюда, или со временем, получите, как раньше говорили, кассету. Сейчас это флешка, или как у вас там называется, с записью этого мероприятия. Здесь много журналистов, операторов, фотографов. Я вас очень попрошу, поработайте по-настоящему. И мы каждому из присутствующих подарим в записи этот прекрасный праздник, который они будут смотреть вечно. И подарят своим детям и внукам. Вот четыре момента такие, которые я решил обозначить накануне небольшого официального заявления. Наступил тот день, единственный день в году, когда наш Творец независимости кардинально меняет свой опыт. Буквально несколько часов назад в кабинетах, в залах этого здания решались важные вопросы политики, экономики, безопасности. Сейчас здесь царит атмосфера музыки и танца, атмосфера молодости. Важно то, что все это, повторю, происходит один раз в год. И только для вас. И видя удивительно красивых, счастливых, молодых людей, ну, как я сказал, мужиков несколько, состенчивых, скованных, ну, я думаю, расслабитесь. И я с благодарностью думаю о ваших родителях, учителях, преподавателях. Это они привели вас во Дворец независимости. Потому что вырастили и воспитали, научились ставить правильные цели, добиваться их. И запомните, никогда не ерепентесь перед своими родителями и воспитателями, что вот вы такие. Этим самым вы лишний раз подчеркиваете, что они у вас такие, великие. Это все, что у вас сейчас есть, у молодежи, это от них. А вот с завтрашнего дня вы начнете писать свою историю уже собственной рукой. На базе того, что вам принесли и преподнесли родители. Не забывайте об этом. Надо уважать тех, кто сделал вас сегодня такими. Здесь нет случайных людей. Вы лучшие. Вы лучшие представители нашей молодежи. Вы хорошо потрудились в ушедшем году, достигли высоких результатов в учебе, спорте. Проявили себя в волонтерском движении, что очень важно. Именно для таких, как вы, это символично, активных, целеустремленных, сегодня открыты эти двери. Сегодня открыты сюда, во Дворец независимости, центр нашей государственности. А завтра вы шагнете, возможно, в большую политику. И будете нести ответственность за все то, что происходит в нашем государстве. И если этот дворец независимости символ нашей государственности, то вы символ будущего. Ну, значит, будущее в ваших руках. Кто к этому еще не готов, не осознал, готовьтесь. Хотите вы или нет, но будущее в ваших руках. Не мог не сказать об этом. Вы ведь пришли ко мне в гости, президенту страны и пришли на праздник. Поэтому пусть сегодняшний бал станет вам новогодним подарком. Я хочу, чтобы вы провели этот вечер достойно, красиво. Глядя в будущее, чтобы вы нашли новых друзей. И просто хорошо отдохнули со старыми друзьями. Пусть все ваши мечты исполнятся. С наступающим вас новым 2024 годом. Для кого-то он был спокойный, для кого-то бурный, ну, а для кого-то обычным. Если вы хотите, чтобы он был необычным, осталось еще несколько дней до Нового года. Так же, как я вначале говорил, финишируйте достойно. Чтобы он остался у вас в памяти, не был просто проходным. Чтобы этот год, если это возможно еще, такое, если не случилось у кого-то, подарил вам невозможное. С Новым годом! Счастья вам! Дамы и господа, я объявляю второй танец бала – вальс! С Новым годом! 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 Вальсируют все! С Новым годом! 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 С Новым годом!